Сегодня в медпункте предприятия «Брест» газоаппарат многолюдно. Основная масса присутствующих пришла на добровольную сдачу. Только за полтора часа кровь сдали порядка 25 человек. Среди них есть и новички, пришедшие за компанию с другом, а есть и доноры со стажем. Это мой долг. Я донором стала еще в студенческие годы, сдавала безвозмездно много раз. Ну и теперь платно сдаю. Я думаю, что моя кровь кому-то нужна. Людей много очень больных, страдают, кому нужна моя кровь. За одну кровосдачу донор теряет 475 мл крови и одновременно получает компенсацию в размере 706 тысяч рублей. И так 4 раза в год, каждые 3 месяца. Однако, кроме платного донорства, сегодня постепенно набирает обороты сдача крови на безвозмездной основе. К слову, за отпускной период в Бресте было зарегистрировано около 150 случаев так называемого бескорыстного донорства. Самыми активными в этом плане стали сотрудники таких предприятий, как Ковры Бреста, Брестское пиво, Жабенковский сахарный завод, а также Ленинский и Московский отделы охраны. Если сравнить статистические данные на время лета, летних отпусков, то можно сказать, что за 2 месяца летних сдали безвозмездно кровь столько же, сколько, допустим, сдали кровь в мае. Сколько? Это сколько? Это 116 сдали за 2 месяца безвозмездно в общей сложности по станции переливания крови, ну а в мае сдали 122. Сегодня безвозмездно сдают кровь в 60 странах мира. Увы, Беларусь пока не входит в этот список, но определенные шаги в данном направлении есть. И в первую очередь на законодательном уровне. С 12 июля вступила в силу поправка к закону о донорстве, в которой прописаны четко льготы для безвозмездных доноров. Вышел порядок награждения почетным знаком отличия почетных донор Республики Беларусь. Одна безвозмездная кроводача приравнена к двум оплатным кроводачам. То есть, кто хочет пораньше получить знак отличия почетной донора Республики Беларусь, может сдавать на безвозмездной основе. На безвозмездной основе первый день кроводачи компенсация осуществляет само предприятие за счет средств нанимателя. А второй день предоставляется донора без оплаты содержания. И оплачивается только лишь, это не совсем безвозмездно, как мы говорим, безвозмездно, совсем бесплатно, нет, оплачивается стоимость питания. На сегодняшний день это 157 тысяч. Примерно через два месяца сотрудники Брестской областной станции переливания крови планируют снова посетить предприятие Брест Газоаппарат. Только в этот раз они будут брать кровь в потенциальных доноров исключительно безвозмездно. На очереди плановые поездки в другие крупные организации города. Продолжение следует...